Здравствуйте! Вы смотрите новостной выпуск «День за днём» в студии Олег Соловьёв. О наиболее важных событиях расскажем прямо сейчас. Плановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Всего установлено и находятся в работе 47 видеокамер. Все они выведены на ИДДС. Особый режим работы, как правило, патруль Десногорской полиции на страже порядка. Вот с этого района поступает наибольшее количество жалоб и сообщений граждан. Кто рисует, вот как вы видите здесь, на стенах надписи нецензурные. 16 июня прошло плановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Главе Десногорска Андрею Шубыну доложили об обстановке муниципалитети и о предстоящих мерах по снятию действующих эпидемиологических ограничений. На 16 июня, по данным регионального Роспотребнадзора на Смоленщине, зарегистрировано 3927 случаев заражения коронавирусом. За сутки 59. Это самый низкий суточный показатель за последние недели. В Десногорске нарастающим итогом 122 заболевших. Тем не менее, указом губернатора Смоленской области особые эпидемические меры на Смоленщине будут действовать до 22 июня. В администрации Десногорска уже есть конкретные планы по смягчению действующих в городе запретов. Так совсем скоро городские автобусы начнут курсировать по отмененным два месяца назад маршрутам. У нас на сегодня на повестке дня проект постановления о возобновлении с 18 числа перевозок по четырем маршрутам. Десногорский автовокзал, строитель, ДНТ Николаевская, садоводческая товарища Надежда и профилакторий. В условиях самоизоляции были отмечены случаи сбора шумных компаний в вечернее и в ночное время. Результатом чего нередко становился вандализм, в том числе в отношении еще даже официально не открывшегося городского пляжа. Разыскивать и пресекать злоумышленников будет помогать новая система видеонаблюдения, которая уже положительно себя зарекомендовала. У нас в тестовом режиме находится система по безопасному городу, мы ее в этом году модернизировали. Всего установлено и находится в работе 47 видеокамер, все они выведены на ЭДДС. Олег Соловьев, Юлия Особолева, Владислав Полоскин, Десна-ТВ. Сотрудники правопорядка патрулируют Десногорск независимо от погодных условий и эпидемиологической ситуации. Ведь на их плечах лежит крайне ответственная задача – правопорядок в городе атомщиков. В условиях затянувшейся пандемии и хорошей погоды такая задача правоохранителей наиболее актуальна. Устав от самоизоляции, подростки перемещаются на улицу. Но дружеские посиделки нередко проходят, в том числе и с горячительными напитками. Итогом чего становится порча городского имущества. Вот с этого района поступает наибольшее количество жалоб и сообщений граждан. Кто рисует, вот как вы видите здесь на стенах, надписи нецензурные. Днем безлюдный двор второго микрорайона вечером становится местом незатейливого досуга молодежи. Тогда же полиция проводит здесь свои очередные рейды. В основном это подростки, которые остаются без присмотра родителей в вечернее время, находят баллончики с краской и обрисовывают. Меккой для тусовок традиционно остается и городская набережная, которая также регулярно патрулируется полицией. Нередко в вечернее и в ночное время здесь импровизированный бар под открытым небом. За это грозит штраф. Взрослым 500 рублей. Подросткам направление материалов на комиссию по делам несовершеннолетних. В конфликтных ситуациях пока, я бы так сказал, не было. Все соглашаются, все подписывают и административные материалы. То есть люди понимают, что если нарушили, то должны за это отвечать. И нести какую-то административную ответственность. Но важнее помнить то, что отдых на территории города не означает порчу его имущества. Олег Соловьев, Владислав Полоскин, Десна ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова